Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Кори. В последней серии мы провели ряд диверсионных действий в Талморском посольстве, результатом чего стало то, что мы выяснили кое-что по нашему основному делу. Сейчас нам нужно поговорить с агентом Клинков, Дельфиной. Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? А, впрочем, не важно. Но на твоем месте я бы держался от него подальше. На твоем месте я бы не давал мне бесполезные советы. Так, ладно, Дельфина, тебе нужно бы вернуть мне мои вещи. Хотя, в принципе, вы знаете, мне до того удобно в этой одежде, что, может, не в ней ходить. Не, ну, конечно, это не вариант. Еще какую-нибудь броню темного братства можно было по-новой одеть, только более умно пользоваться ей. То есть не лезть на рожон, а как-то больше отступать, прятаться. Потому что драконию же, честно говоря, поднадоело. Она мне с самого начала не очень нравилась. Так, ну все это потом. Сейчас нам нужно сдать квест. Талмар ничего не знает о драконах. Да, это точно. Они ищут какого-то Эсберна. Эсберн? Он жив? Я думала, талмарцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талмарцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Чего Талмар хочет от Эсберна? Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся? Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде чем Талмар сокрушил наш орден во время Великой войны, он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. Так, они, похоже, думают, что он прячется в Рифтоне. Где он был тридцатого дня начала морозов. Он поймет. У нас новые достижения, понятно. Хорошо. Давайте почитаем про них. Досье, которое мы взяли в Талмарском посольстве. Допустим, на дельфину. Статус активно. Захват или ликвидация. Высокий приоритет одобрения на уровне эмиссара. Описание женщины-бретонку около 50 лет. Блин, под полтинник ей? Мне не скажешь, да? Личные данные. Дельфина была приоритетной целью во время Первой войны по тактическим и политическим причинам. Она принимала непосредственное участие в нескольких чрезвычайно вредоносных операциях пленков на территории Доминиона. Была раскрыта и должна была быть ликвидирована во время Первой чистки. Но, к несчастью, была неожиданно отозана в Сиродил. Незадолго до начала боевых действий. Во время войны пережила три покушения. Причем в одном случае смогла уничтожить всю группу оперативников. С того времени мы располагаем только косвенные информации о ней, поскольку она чрезвычайно искусственно избегает свежки и чрезвычайно опасна. Не предпринимать никаких силовых действий без абсолютного превосходства в силе и самой тщательной подготовке. Примечание. Вероятно, все еще ведет активную подрывную работу против нас в Скайриме. Хотя мы не можем ее обнаружить. Скорее всего, работает одна, поскольку нам неизвестно о других активных клинках в Скайриме. А в прошлом она избегала контактов с другими беглыми клинками по соображениям безопасности. В частности, поэтому до сих пор не уничтожена. Пока она жива, на нас лежит пятно позора. Любые сведения о ее местахождении или деятельности следует немедленно отправлять третьему эмиссару. Ты посмотри, да? Натуральные шпионские страсти. Так, давайте почитаем теперь про Эсберна, которую нам нужно найти. Статус скрывается. Только захват. Высокий приоритет одобрения на уровне эмиссара. Описание мужчина Норд 75-80 лет. Личные данные Эсберна был одним из архивариусов клинков перед первой войной против империи. Он не был полевым агентом, но мы подозреваем, что он планировал некоторые из самых вредоносных операций, которые клинки проводили в предвоенные годы, включая фаленостийский инцидент и побег из тюрьмы на Синей реке. Его делом не занимались уже долгие годы. Непросительная ошибка с стороны моего предшественника, отозванного в Эленор для наказания и перевоспитания, полагавшего, что он не представляет угрозы из-за преклонного возраста и отсутствия боевого опыта. Пользуясь случаем, напоминаю сотрудникам всех рангов, что никто из клинков не должен получать низкий приоритет ни по какой причине. Всех их нужно найти и предать суровому суду. Примечание, поскольку мы все еще ничего не знаем о значении и причине возвращения драконов, поэм Кэсберна отныне становится нашей главной целью, поскольку среди клинков он был экспертом по преданиям о драконах. К несчастью, познание клинков о драконах, унаследованные им от предков аковирцев, до сих пор весьма и весьма превосходят наши, по большей части теоретические. Архивы храма повелителя облаков, которые считались главной кладовой знанием клинков, большей частью погибли при осаде, и хотя были предприняты все усилия по восстановлению утраченного всей текста о драконах, как нам теперь известно, либо вывезли, либо уничтожили еще до нападения. Таким образом, по имке Эсберна наш лучший шанс узнать, как и зачем вернулись драконы. Нельзя исключать, что в возвращении драконов как-то замешаны сами клинки. Недавно мы получили достоверное сведение о том, что Эсберн жив и скрывается где-то в Рифтене. Сейчас идет допрос вероятных свидетелей. Мы должны действовать осторожно, чтобы не вспугнуть Эсберна. Если он действительно в Рифтене, ему нельзя дать возможность бежать. Короче, Эсберн очень важен. Нужно быстро за него взяться. И теперь самый сладкий. Ульфрик Буревестник, который тут якобы предводитель восстания, как там Скайрин для нордов, на самом деле оказывается, что он, смотрите, читаем кто. Статус агент. Ильинвен, теперь первый эмиссар. Его убедили, что информация, полученная от него при допросе, сыграла решающую роль в захвате имперского города. На самом деле, столица пала еще до того, как он раскололся. Затем позволили сбежать. После войны был установлен контакт, и Ульфрик оказался весьма полезным агентом. Так называемый Маркарский инцидент был чрезвычайно ценен с точки зрения наших стратегических целей в Скайриме. Хотя в результате Ульфрик перестал идти на прямой контакт. Примечание. Прямой контакт возможен только при крайней необходимости, но в целом агента следует считать спящим. Пока гражданская война идет настолько вяло, как сейчас, мы не можем вмешаться. Не должны вмешаться. Происшествие в Хелгине может служить примером ситуации, когда необходимо было сделать исключение. Очевидно, смерть Ульфрик заметно увеличила бы шансы империи на победу. И таким образом ослайдовала бы наши позиции с Скайриме. Нота Бене. Удивительно, своевременное появление драконов в Хелгине все еще расследуется. Очевидный вывод. Силы, стоящие за драконами, также заинтересованы в продолжении войны, но не следует сразу полагать, что их цели совпадают с нашими. Победа братьев Буря также нежелательна, поэтому даже последовательная помощь Ульфрику должна быть аккуратно отмерена. Ну что, дорогие мои, теперь вы видите, да, кто такой Ульфрик. Ульфрик это никакой не предводитель, это, в принципе, пешка в руках спецслужб Талмара. Напрашиваются аналогии с нашими нынешними крысами-гнидами, которые собираются устроить революцию в марте во время президентских выборов. Это Немцов, Явлинский, Навальный, точно так же спонсируемые штатами гниды, которые, в принципе, сами собой ничего не решают. Но самые безмозглые из наших граждан, которые, в принципе, в большинстве присутствуют на любом форуме и кричат там про партию жуликов и воров, ну, в принципе, в чем-то с ним можно согласиться. Но вот эта вот борьба, которая, в принципе, завязана службами США с правительством нашим и все эти призывы к революции, это не что иное, как манипулирование самыми слабыми и глупыми из наших политических образованных граждан. Так что, в принципе, не ведитесь на провокации, но это нам уже не поможет и сценарий очередной цветной революции в России запущен. У нас просто нет сил сейчас этому противостоять, так что остается смириться, тем более, что нашими же руками, руками отдельных имбецилов, которые, в принципе, и будут устраивать весь этот переворот в следующем году, мы потеряем в очередной раз нашу страну. О, что-то меня не туда понесло, но, короче говоря, нам сейчас нужно в Рифтон, там переместимся, опять же, по-быстрому. Так, по-быстрому, я сказал. Отказываюсь пока от долгих перемещений, пользуемся быстрыми перемещениями, потому что концентрируемся на сюжете. Потом уже, когда вернемся в канву выполнения сайд-квестов, вернется и перемещение по карте и все тому подобное, но сейчас просто охота продвинуться по сюжету до того момента, как нам дадут возможность приземлять летающих драконов, потому что драться с ними уже просто надоело. Когда они летают в воздухе, тебя поливают либо огнем, либо льдом, и только когда они приземлятся, там, через 5-10 минут ты можешь их за пару секунд запинать. Так, ладно, и мы в Рифтоне. В Рифтоне у нас... Ночь. Полчетвертого ночи. Где-то тут, если не изменяет память, была таверна. Так, ночлежка это то, нет? Ночлежки, может, переночуем? Мне, честно говоря, без разницы, я неприхотлив. И, кстати говоря, нужно... Подожди. Так, возвращаемся. Неужели Дельфина не вернула мне мои вещи? Давайте-ка мы обратно, что ли, туда полетели тогда? Давайте-ка разбираться, никакого хрена. Так не бывает. Так, Дельфина, мать твою за ногу, где мои вещи? Я думаю, у нее где-нибудь в сундуке там лежали, а я просто прощелку, как обычно, как это у меня бывает. Так, ну давай, ну... Хорошо. Про путешествовали называется, целый день прошел. Так... Знаешь что? Я вообще-то обручена. Так что даже и не думай. Да, ну ладно. Я и не думал. Это она так намякивает. Типа, не бросай меня в терновый куст. Так, ладно. Где мои вещи? Дельфина? Я тебе сейчас Дельфинария сдам. Вот. Вот она. Одежда моей мечты. Так, но с оружием у меня, в принципе, все и так неплохо. А вот это все нужно... Вот так. Вот так. В принципе, конечно, неплохая вот эта вот одежда была. Как-то я в ней себя спокойно чувствовал, но... Все-таки извиняюсь. Когда придет пора воевать, мне бы хотелось в адеквате быть по этому поводу. Поэтому ладно. Выходим с Карим. И опять перемещаемся в Рифтон. Заодно познаем этот город, потому что мы в нем были только месяц. Мельком. Но опять же, не полностью. Я думаю, что придет момент, мы просто придем в Рифтон и начнем, мол, капитально исследовать. Там, какие квесты и что да как. Тут есть гильдия воров, которые, кстати говоря, надо будет потом вступить, когда выполним задание, скажем, у... Темного братства. Но сначала... Но сначала нам нужно разобраться с сюжетными квестами. Какая у него афро-прическа. Блин, и опять ночь. Старуху, что держала приют для сирот, убили. Слушай, мы часом не встречались с тобой на выходе из приюта. Вы мне угрожаете? Я великий кукуруза. Так. Ладно, давайте сразу по кости пошли. Я иду с медоварной Черный Вереск. Утром снова на работу. Везет. Если хочешь обосноваться в Рифтоне, тут продается дом. Медовик, захочешь купить? Ступай к управителю в крепость. Спасибо за полезную информацию. Так, крепость управителя у нас где находится? Где-то вон там, похоже. Не знаю. Потом разберемся. Это откуда? Ну и так, еле свожу концы. Ладно. На всяких доходяк мне, честно говоря, без разницы. Сами разбираются, пускай. Так, хорошо. Что у нас тут? Что у нас тут? Рифтона, слушайте меня. Возвращение драконов это не случайность. Это один из знаков. Знаков того, что госпожа Мара недовольна вашим постоянным пьянством. Отриньте фляги с мерзопакостным зельем и примите учение прислужницы Кин. Нет, нет, Марамал. Мы об этом уже говорили. Таллин. Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. М? Парень. Ты что борзый такой? Я и заменьше убивал. Так, вообще-то я ищу одного старика. Он прячется в рифтоне. Хочешь за бесплатно что-то узнать, да? Сперва помоги мне сделать дело. А потом, может, и я тебе помогу. К тому же, кажется, у тебя денег не так много осталось, верно? Я покину этот вертел на знак. Давай-ка сначала найдем его. Драконы не идут на пользу делу. Еще хуже. Упустить золотой шанс. Нам дай грешить. Что ты задумал? У меня есть одно дельце, для которого пригодилась бы вторая пара рук. А в моем деле за такие руки хорошо платят. Что мне нужно делать? Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман-браншею. Зачем нужно подбрасывать кольцо в браншею? Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Я буду на площади весь день. С восьми утра до восьми вечера. Найди меня там. Если кишка не тонка, конечно. Новый выбор, судя по всему, у нас нет. Я буду на рынке завтра с утра. Ты тоже приходи. Я буду ждать. Жди-жди. Так, у тебя есть, что переночевать, где нет? Кирова. Если есть монеты в кошельке, тебе тут всегда рады. Если нет, ступай прочь. Я еще старика, который прячется где-то в Рифтоне. Никого такого не знаю. Но если кто захочет спрятаться в Рифтоне, искать нужно в крысиной норе. Там есть что-то вроде кабака. Буйная фляга. Там все от ревья Рифтона собирается пить и резать друг дружку. Можешь там поспрашивать, если тебя не прикончат в норе. Так, хорошо. Я не уверен. В принципе, похоже, что мне уже можно с этим скользким типом не общаться. Потому что нам вон она все рассказала полезную информацию. Но, не знаю, давайте попробуем, что ли, выполнить его квест. Не знаю, зачем мне это, но... Будешь так разговаривать, у нас с тобой дела появятся. Так. Хорошо. Хорошо. Все, проваливай. Проваливай, ящерица. Дай мне знать, если тебе еще что-то нужно. От тебя ничего. Вали. Вали. Хорошо, можно поспать. Так. Вот так вот. Где-то до полдвенадцатого. Отлично. Так. Блин, я уже не помню, как я сюда пришел. Память. Телевое дырелое. Так, что у меня по квесту по этому? Найти убежище в крысиной норе. Хорошо. У нас с тобой никаких дел нет, так что проваливай. Сейчас ты у нас провалишь куда-нибудь овца. Так, ну что? Блин, как-то сегодня погода мне не нравится. Недавно в городе, да? Небось рыбалкой интересуешься. Подожди, куда мне показывают? Подожди, куда мне показывают? Обретите вековую мудрость за несколько секунд или отрастите отрубленную луку. Или дачить на озере Хонорик одно удовольствие. Бо мне как-нибудь... Не понимаю, куда мне указывает указатель. Может, оно подо мной где-то? Или поздно меня доконает. Он слишком много беспокоится о рифтане. О себе не думает совсем. Давайте-ка пониже спустимся. Тут вроде как... Может, мне в канализацию как-то залезть надо? Да, вот что-то и есть. Мне кажется, сюда надо. Так, вон спуск. Хорошо. Сейчас разберемся. Тут у нас приют, тут нагрелот. Особо добрую убили. Это было весело. Так, хорошо. Напоминает готику вторую. Там тоже под городом портовым. Я не помню, какой там самый крупный город был. Под ним был такой город из канализации тоже, можно сказать. Не город, но целая вереница туннелей. Прям настоящая паутина была. Ох, как темно. Так, ладно. Это... Это что за прикол? Я не понял, чего вы сразу со мной драться-то начали? Сейчас тебе покажут царапины. Блин, а свет красивый, да? Согласитесь? Ах, поймал. В лоб. Короче говоря. Ничего хорошего у нас с вами не получается, судя по всему. Придется резать. Хорошо. А долго горит, да? Так, золото. Сапожки красивые. Да, в подземельях, наконец, царит настоящая темень. Ох ты, блин, братень. Ты же сейчас пожаришься. Вонище уже пошла, наверное, паленой одеждой, волосами. Фу, пакость. Так, ладно. Бапата. Всем смеяться. Хорошо. Я вообще не понял, чего они нападали на меня без каких-либо вопросов. Тупо отковали и все. Так, тут есть кто, нет? Похоже, нет. Сейчас заодно, кстати говоря, узнаем. Что-то такое наверняка есть, чтобы опустить этот мост. Хорошо, вроде нет. Блин, куда я попал вообще? Сейчас мы тут, кстати говоря, наверняка найдем гильдию воров. Хотя, может, и не найдем. Так, мне сюда нужно, нет? Вообще, судя по всему, мне именно сюда и нужно. Судя по тому указателю. Давайте там посмотрим, что у нас здесь сначала. Это наверняка обход для тех, кто не умеет взламывать. Наверняка тут куча врагов. А оттуда наверняка можно спокойно пройти. Так, это что у нас такое? Ты куча, что? Точно смотри. Офигеть. Так, ну-ка. Гадать, кого нет? Ладно, короче говоря, пошлите сначала туда. Если оттуда будет более короткий ход, я буду только рад. Так. Для этого нам нужно взломать замок уровня мастер. Это не самая простая задача. Вы эксперт. Ну и не самая сложная. Вот так. Так, сохраняшечка. Конечно, я еще не привык им пользоваться. Поэтому поместил ее в то место, в котором меня теперь все заметят. Как я только начну подниматься, если тут кто-то есть. Надо куда-нибудь далеко от того места, где я сам буду ходить, ставить. Ой. Ой. Друг или враг? Это у меня не так важно. У меня тут, друзья, с опыта и нет. Босяк. Нифига себе, Босяк, с трех ударов ложится к ретану. Так. Ну да, это, видимо, вторая дорога, которая ведет уже... Подожди-ка. А, я знаю, что такое. Да-да-да, отсюда мы пришли. Понятно. Откуда-то вон оттуда мы, наверное, пришли бы... Если бы... Подожди, это что такое? Если бы пошли длинным путем. Хотя могу ошибаться. Ладно, не хочу знать пока даже. Но красиво. Красиво надо отметить. Так, нищий. Книжка я уже читал. Она мне знакома. Я читал на планшетнике своем. Вообще, в интернете в куче мест... Просто вводите в Яндексе все книги с Карима одним файлом. И скачивайте, читайте. Они там в RAR-архиве, как правило, в формате FB2 или что-то подобное. Так что... Кому нужно, тот почитает. В принципе, конечно, большая часть текста там откровенный мусор. Но встречаются очень интересные истории. Так, ну и ладно. На этом, я думаю, завершим эту серию. В следующей уже будем разбираться, что тут да как в этой буйной фляге. Но это будет, естественно, в следующей серии. Но пока что все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!